3 сентября 2021 года здравствуйте дорогие наши друзья здравствуйте мы сидим в уютнейшем прохладном дворике храма андрея первозванного это шотландский храм который был построен в иерусалиме воинами шотландцами мало кто знает что в первую мировую войну среди войск великобритании был и большой шотландский отряд дивизии не знаю как сказать правильно и вот в памяти погибших товарищах они построили храм потом из него сделали также еще и отель вернее при храме получился еще и отель и вот сейчас туристов естественно нет израиль по-прежнему закрыт для внешнего туризма поэтому здесь просто местные жители района иногда сидят вот собственно что что мы и делаем местные жители района это как раз мы других местных жителей района которые здесь сидят нету здесь иногда в гостях в отеле бывают просто жители граждане израиля из-за других городов которые просто решают это место поскольку здесь тихо здесь никогда нету шумного вот такого музыка и так далее так что люди очень любят это место то что интересно что шотландцы у них кто самый почитаемый святой апостол андрей первозванный поэтому место называется сэнд эндрюс ну по сути дела нам экскурсии сегодня не вести здесь мы не об этом а чем мы будем сегодня она о чем мы будем но вот я ведь как я интересно сказала жители местные жители района мне захотелось быть в коллективе вот именно о коллективе о школе об учебе мы сегодня и будем с вами говорить эту тему мы выбрали совершенно не случайно во первых это частично по вашим просьбам потому что многие пишут нам и спрашивают о том как мы относимся к школьному образованию дистанционному или очному что мы думаем про домашнее обучение где учатся и как учатся наши дети вообще что происходит в школах в израиле ну и так далее и еще потому что эта тема нам очень близка мы родители четверых детей естественно и у рафаил и я в свое время тоже учились в школе и и заканчивали поэтому соответственно вся школьная тематика нам более чем родная только опыт у нас совсем разные принципе разные страны разный характер разные родители и мнение у нас частенько не сходится по поводу школы и вот сегодня мы с рафаэлом в общем-то немножко будем спорить я буду пытаться отстоять свою точку зрения а рафаэл свою ну естественно понятно что мы драться в кадре не будем и обзываться я надеюсь вот но тем не менее действительно у нас есть несогласие и мы будем очень рады если вы в этом споре будете участвовать тоже при помощи добрых аргументированных комментариев ну и вот начнем мы с такого постулата который очень близок мне и естественно так относилась в школе моя мама что школа это прежде всего что дисциплина в моей семье очень большое значение придавалась дисциплине папа как профессиональный музыкант всегда объяснял не только профессиональный музыкант кстати еще папа и в молодости очень увлекался серьезно спортом имел ряд спортивных разрядов что дисциплина в жизни это все до умение встать в шесть утра когда ты не можешь встать умение собраться сделать и выдать результат когда ты абсолютно не имеешь уже сил и и даже желание к этому ты понимаешь что это нужно и так далее вот в этом смысле на мой взгляд главное к чему приучает школа это дисциплина дисциплина не только в том плане что нужно утром стать одеться собрать рюкзак собрать мозги куда-то идти но и в плане того что например послушание старшим до привычка слушаться вышестоящих учителей директора школы там и так далее до привычка иметь ответственности домашние задания проекты сдавать их вовремя это тоже дисциплина по моим понятиям ну и наконец все это вместе как мне кажется готовит взрослой жизнь в которой вот эти качества они очень даже пригодятся ну что сказать а я думаю что я в принципе с тобой согласен дисциплина это очень важно конечно вставать по утрам и так далее внешняя дисциплина то есть дисциплина потому что так тебе старший говорят так тебе учитель говорит так тебе государство говорит так говорит вся школьная система из-за школьной системы государственные системы но еще лучше это когда у человека вырабатывается сама дисциплина что тогда даже когда весь мир рушится бывает хаос война смена власти человек уже не пропадает когда нету привычного порядка извне а если человек вырабатывает это дисциплина изнутри я не говорю что я это достиг но если человек это достигает это будет больше соответствует с его подходом это ему поможет даже пережить страшнейшие перемены а мы же все-таки живем во времена перемен а дисциплина внешне в ней есть очень большая опасность потому что если старший учит тебе к дисциплине но это все сводится к тому что там убивать других людей или служить режиму который в принципе неправ или несправедлив также предполагается что тогда ты доверяешь школу ты доверяешь властям ну да а если а если вот в школы учителя извращенцы садисты они даже может быть мы умеет это очень хорошо скрыть они на внешне они просто идеальные люди а что у них внутри как можно доверять ну да что своих детей этим людям получается ты как бы приучаешь ребенка подчиняться не оценивая вот не оценивая кому именно он подчиняется подчиняться потому что так положено а в данном институте да ты в данной системе в до по данным правилам игры он должен подчиняться этому взрослому а можно ли доверять этому взрослому надо ли ему подчиняться ребенок в школе не спрашивает хороший человек директор или учитель а создает класс подчиненных людей подчиненных чтобы они потом шли не знаю я не осуждаю но на государственную работу или были солдатами или были послушными это вроде бы все прекрасно но это было бы прекрасно если бы у нас мир был прекрасен а так ты создаешь подчиненного гражданина или еще хуже раба дам это интересный момент я кстати заметила по нашим детям поскольку последние полтора года они учатся вот в определенных условиях скажем в своей школе ношение масок наши дети очень долго нам приходилось их приучать к тому что выйдя из дома не надо натягивать на нос маску они придя из школы уже автоматом утром надевают рюкзаки выходит за дверь квартиры тут же нацепляют маску папа год ну тут на улице никого нет ты до автобусной остановки дойдешь там наденешь перед автобусом но зачем здесь никого нет чистый воздух деревья солнце светит это уже дисциплина рюкзак надел маску надел то есть это вырабатывает такой рефлекс послушать игра дети любят игра есть в этом опасность а знаешь вообще чем для меня ассоциируется вот этой вот незнание начало школа 1 там 2 3 сентября я всегда мысленно нахожусь в бесслане и это страшно действительно страшно а если эти дети бы не пошли в школу они бы были дома получается уязвимые очень вещь детский коллектив да есть такой момент в наше опасное времени в советском союзе мы сейчас живем да и конечно же в наш век всякой психопатии терроризма конечно да очень опасным уязвимым местом становится любой детский коллектив и в казани вот да недавно было случай и в америке регулярно бывают случаи всяких нападений как раз на детские коллективы но давай все-таки еще скажем о пользе до школьного образования я принимаю частично твои аргументы да но это опять же получается аргументы продиктованы уже нынешним временем а не самим в рядом так сказать школьного образования до коллективного для меня например еще очень важным аргументом является конечно разнообразие предметов у меня есть опыт домашнего обучения с одной из моих девочек срут мой год были на домашнем обучении я была в роли мамы и учительницы одновременно нам с ней вы знаете тяжело далось очень тяжело потому что последнее что хочет видеть ребенок в своем родители это педагога он хочет видеть маму маму которая рассказывает сказки которые с ним играет гуляет и как только ты пытаешься даже издалека в эти привычные дела ввести момент обучения это идет проходит весьма плохо то есть где-то может быть она и согласится на какую-то полезную игру но чаще всего она напрягаться не захочет но я говорю про свою дочку конкретно как все детки разные и вот поэтому я могу сказать что для меня школьное образование это прежде всего во-первых коллектив других взрослых которые тоже могут играть в роли моего ребенка какую-то жизнь и передавать ему свой опыт свои знания свою харизму не знаю просто опыт человеческого даже общения с другими взрослыми скажем так и конечно разнообразие предметов то что мама дома никогда не даст разнообразие это очень важно я согласен но другое дело что школа не может дать разнообразие есть школная программа и не обязательно чтобы каждому ребенку на мой взгляд учился именно вот этот разнообразный набор программ как бы предметов да простить набор предметов некое шизофреническое вот такой подход шизофренический я бы сказал потому что получается вот некое раздвоение раньше был и времена до ребенок получил органически то что ему надо действительно конкретно надо для жизни то что родители умели это было знание которое не обязательно связано с школьными знаниями но это были знания которые ему конечно пригодились а вот поскольку мы живем сейчас в периоде где были большие потрясения войны революции перевороты и все что возможно и в двадцатом веке и в двадцать первом веке получается что люди стали отчужденные от своих собственных семейных традиций от своих корней мы же с тобой например были несколько лет назад в сербии в сельской сербии не в белграде не в новый сад а именно по сельским местам и там есть понятие домочинство то есть это как дом где отец семейства бабушка мама и они учат свои не то что дети не ходят школа не ходит школа что надо надо но они получают знание которое передается из поколения в поколение а современные школы все современные школы исходят из точки зрения что надо спасти детей от темных родителей как мы часто видим например в типичные там советская пропаганда где там темная бабушка который учит как молиться иконам а ребенок такой молодец такой умный который учится как наука и все наука это хорошо но я не знаю настолько эта наука нужна прямо всем всем одинаково вот у нас четверо девушек да они ходят в хорошие школы англиканская интернациональная где набор предметов разный но для каждой из них подход по идее должен был быть разный верно абсолютно верно хотя конечно понятно что разнообразие предметов развивает но вот такой момент согласно с тобой есть есть момент этот что действительно скажем так и не всем в равной степени все предметы нужны согласно но а с другой стороны а как же тогда быть с развитием аппарата к познанию мира ведь допустим математика развивает одни стороны мышления русский язык или там не знаю вообще язык любой другие истории искусство спорт третий давить по идее это же аппарат которым потом ребенок во взрослом возрасте сможет вообще изучать мир даже если он будет учиться допустим в гуманитарном вузе но те навыки которые ему дала математика или химия или физика навыки мышления даже предположим эти знания так глубоко ему не понадобится но навыки то вот этого мышления подхода скажем они же останутся потом не всегда остаются это зависит очень зависит от ребенка и очень зависит от педагога если есть такие замечательные педагоги я уверен что есть просто сейчас на земле их все меньше и меньше и таких замечательных любопытный любопытных учеников которые тоже всегда есть и будут но опять дети все разные учителя все разные но если учитель может действительно сделать так чтобы у ребенка было вот вечный такой интерес с определенным предметом будь то это математика литература это прекрасно но это не всегда так бывает бывает так что школная программа с ее разнообразием человек учил 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 и потом вообще в жизни пошел совсем по другому направлению вот допустим человек который изучал даже не только в школы а в вузе изучал например лингвистика а потом стал фотомоделька например или или я не знаю или человек и изучал изучал математику и потом выбрал совсем 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 другое стал например там я не знаю печь торт и стал кондитером опять другой вопрос всегда будет тогда конфликт с духовным авторитетом и с авторитет родителей если раньше авторитет был раввин священник мула в мечети или отец семейства вдруг у ребенка если он начинает действительно расти самостоятельно от семьи и у него есть свой любимый там учитель или учительница будет то что я называю синдром павлика морозова то есть он будет наглым и он будет считать себя умнее отца а вот другой вопрос нужно ли чтобы родители отправили своих детей чтобы дети учили то что родители не умеют сами передавать если отец математик и он может своего ребенка учить математику и ребенок будет рад этому это прекрасно но если тот же самый математик не знает кто разрушил карфаген ну не знает он кто ему неинтересно про карфаген и вот это а а тогда что он должен отправить свою ребенку в школу чтобы он учил про карфаген и ребенок выучив про то кто разрушил карфаген он под you тебя гораздо круче умнее папы чем папа дурака или папа химика или математик намного продвинуть и чем батюшка в храме соответственно или там мула в мечети или раввину да папа силе обездают кто разрушил карфаген зачем его слушать ну да то есть подрыв авторитета это так но с другой стороны сколько гениев я уж не люблю про михайла васильевич ломоносова но много других гениев как раз крестьян кстати из крестьян или из совершенно скажем так ну скажем так сколько самородков есть в истории человечества которые создали нам гениальные произведения искусства и они не пошли по стопам родителей да тем не менее значит такая возможность должна быть дана должна быть но есть разные опять уровни знаний есть знание которое человек знает умом а есть знание которое человек знает и сердцем и всем своим организмом и мне кажется что современные школы и современные вузы они эти знания не дают они дают поверхностные знания которые не дают потом человеку ответственность духовная ответственность перед мир смотри что люди делали с этом миром вот большинство ученые сейчас говорят что думают вообще о перенесении людей в других планетах как бы да есть такие на полном серьезе но это отдельная передача мы сделала в этом я могу сказать что в чем я абсолютно согласна с тобой стопроцентно что конечно родители должны учить детей тому что они умеют сами я вот приведу пример например моей семьи а у меня мой прадед по отцу был он был дворянином жили они под харьковом на украине не были украинцами по национальности но они жили там и он был пианистом то есть он естественно было служилого дворянство и его как бы хобби тогда это не могло быть профессии был именно рояль и он давал концерты дворянском собрании и был известен так сказать да его приглашали даже специально был известен своим своей виртуозной игрой и вот его дочка моя бабушка по отцу ирина жуковская она тоже была пианисткой при том о ее детство ее молодость прошла в страшные годы гражданской войны и смены режима до в россии и она в лагере сидела в сталинском пять лет на воркуте и вот благодаря тому что она тоже была пианисткой до успела получить дворянское образование до революции она выжила в лагере потому что ее там заметили и представили ее руководить самодеятельностью заключенных она разучивала с ними советские песни играла да и пела с ними и благодаря этому она физически не погибла потому что ее чуть чуть лучше кормили ее не мучили на тяжелых работах она попала в лагерь в 25 лет соответственно она бы просто физически не выдержала скорее всего бы а и вот соответственно дальше ее сын мой отец тоже стал музыкантом при том абсолютно никакого к этому не было скажем так никаких обстоятельств для этого не было благоприятно формальных формальных потому что мама вернулась из лагеря когда моему отцу было 10 лет здравствуй мальчик я твоя мама вот буквально так он ее не помнил тушь когда посадили мы было неполных 5 он ее просто не знал очень трудный был период когда они наладились и все учила играть на пианино его бабушка в отсутствие мамы но видимо тоже в память о маме ну и потому что же была сама дворянка и тоже наигрывала но она не была пианистка но играть умела но как тогда все играли и дальше после уже войны папа поступает в музыкальный училище в днепропетровске потом его забирают в гнесинский институт в москве соответственно он тоже стал музыкантом и вот получается что я хотя я моя карьера музыкальная не состоялась в том размере как я себе мечтала и планировала но я тоже живу с музыкой и своих детей я тоже всех научила читать ноты и петь а эмили играет на блок флете марта играет на фортепиано мы поем и мы любим петь и вы это знаете помните наш концерт рождественский который мы делали на к на нашем сайте топос соответственно получается что если даже мои дети музыкантами не вырастут я абсолютно уверена в том что то что я пытаюсь хоть как-то в них заложить вот этот музыкальный способ мышления это знание уши умение слышать и слушать совершенно верно мне кажется им это однозначно пригодится даже если они будут совершенно другой есть формальное знание есть истинное знание это разные вещи если истинное знание и формальное знание совпадают ну ура это хорошо только на мой взгляд это бывает редко на самом деле причина почему существует школы вузы и так далее это не для знания это для того чтобы создавать вот именно коллективы разные коллективы и может быть это хорошо чтобы ребенок не был эгоист чтобы не было этот может быть раньше это даже было нужно и правильно хоть я тоже в этом сомневаюсь это вот у меня такой анархизм немножко не в смысле что надо чтобы не был порядок а что лучше чтобы этот порядок был органический да они искусственный а вот сейчас когда коллектив а где здоровый коллектив где он я не вижу его согласно но с другой стороны в церкви вспомните монашество да вот даже я я не говорю о том что церковь это коллектив о состоянии монашества сейчас это больной вопрос я не а сейчас а я о том что церковь в первую очередь это ведь тоже коллектив мы приходим в храм да вот такой бы какой бы конфессии вы не принадлежали но если вы ходите куда-то молиться вместе вы приходите в коллектив и все люди разные со своими тараканами в голове со своими немощами со своими глупостями слабостями характерами и мы объединяемся на время молитвы и в нашей православной литургии возглас возлюбим друг друга да а единомыслием исповемы отца и сына и святого духа то есть будем одной мыслью исповедовать христа любим друг друга простим друг друга так а вот монахи они уходили от коллектива это же объединялись в коллективы особенно новоначальные монахи смотрите уходя от мира они объединялись в киновии правильно были киновии общежитные монастыри и новоначальный монах юный не мог пойти сразу отшельником в пустыню подвязаться он должен был пожить в киновии научиться терпеть прощать любить общаться с другими и только когда он уже научился этому он уходил я в одиночку так может быть детям тоже нужна сперва школа а когда они там научатся тогда можно уже и из киновии в лавру то есть из школы на домашнее обучение я считаю что я конечно кое-какие вещи полезные школы как бы тоже при вынос но дело не в этом я не отрицаю эффективность когда группа людей большая маленькая целенаправленно сосредоточены на что-то одно на образование на пост на молитвы это очень сильно дать вам такой израильский пример когда бывает суббота наступает суббота а значительный час населения например не едет на машина и собирается в синагогах мы и тут никакого экуменизма и так далее мы православный мы чувствуем это какой-то благодать есть благодать почему-то люди сосредоточены на боге на духовно да однозначно йом кипур у нас скоро будет когда бывает йом кипур это такой день когда даже самые такие атеистические люди они как будто дым день покаяния у евреев дорога в очень последний строгого поста воздух другой энергетика другая естественно когда люди целонаправлены там на науке и они все собираются в коллектив конечно это эффективно но также было эффективно когда я извиняюсь как бы на сравнение но когда тоталитарные какие-то силы тоже были все цели устремлены в одно в революции или в нацизм или я не знаю в чем и это дает свои плоды и не все даже не все плохие как бы да зависит от того для кого да много будут сейчас писать не всякие гадости но дело в том что надо смотреть шире любая вещь может быть для кому-то полезной для другого вредно ну да смотря для чего люди до кучи все собираются короче говоря согласна но с другой стороны знаешь вот я могу сказать в суде по нашим детям что коллектив однозначно на пользу оказался нашим девочкам двум из наших четверых девочек которые изначально не очень ориентированы были на коллектив у нас вот четыре девочки все разные но все-таки их можно сгруппировать скажем так две из них изначально от рождения сразу были очень активные внешне и умевшие тут же налаживать отношения с другими детками с другими взрослыми дружиться общаться а для двоих других это было проблемой вот особенно старшая да наша марта она долгое время в школе в детском саду нет она как бы совершенно скажем так нормально вста училась и все но общение с другими детьми было сложной задачкой почему потому что у человека очень богатый свой внутренний мир и умение этот мир донести до других принять чужой внутренний мир не потеряв свой умение не обижаться умение читать адекватно других людей вот скажи для нашей марты вот я последние два года просто вот знаете с таким вот материнским просто удовлетворением наблюдаю как она научилась работать в команде с другими детьми делать задания как она научилась общаться как у нее друзья в школе появились такие уже как бы осмысленные да и я поняла что в общем то это не заслуга школы как учителей потому что они как раз не очень тут помогали это просто заслуга системы потому что она приноровилась она смогла научиться а я сказал чтобы это не стать это условие которое создало системы условия системы а вот те силы которые дай дали ей чтобы слышать другого мнения видеть что другие девочки имеют другие взгляды на разных темах но при этом не терять свой то есть потому что дети иногда когда видят что другие дети делают или думают по-другому они будут притворяться что они также думают как они то что она могла не терять себя это прости меня но это не благодаря школ это благодаря нас с тобой благодаря в основном папе папа очень здорово у нас умеет девчонок настроить именно на такое критичное спокойное дружелюбное восприятие мира вокруг и на умение хранить свои ценности и оставаться самим собой при этом принимаю например у нее я подруг подружки хорошие подружки приличные но они считают что например геи как бы имеют право быть гейми да сейчас а я тема она для меня для он это больной вопрос как бы а я говорю спокойно но они же не христиане пусть они как бы считают что они хотят они не православный человек если он не православный он считает что у геев должны быть свои права ну пожалуйста пусту будет свои права это не означает что ты тоже должен прикидываться притворяться что ты такой же как они то есть а если у тебя друг атеист или если у тебя как бы я не знаю лучшая подруга там интересуется какими-то вещами или музыка которая тебе не нравится что будешь как бы вот ссориться даже в коллективе есть грань до которой человек может раствориться в коллективе измениться примениться к другим все равно он будет искать кого-то кто близок ему по взглядам по мировоззрению по ценностям это если христианин должен быть сектантом как бы или в коем случае потому что христианин он тоже ходит на работу с другими людьми извиняясь когда идешь на работу там ну я знаю что есть такие сейчас олигархи которые проверяют чтобы прямо все их сотрудники тоже ходили в церкви но это тоже путь к лицемерии как человек может притворяться что он такой церковный а на самом деле все намного интереснее да чем кажется но вот не думаешь ли ты что школа от этого сектанства как бы немножко больше защищает дети которые на домашнем обучении видят только батюшку в храме детей воскресной школе маму с папой дома домашнее обучение не такие замкнутые такие чистые такие как бы обособленные и тоже это немножко может обернуться сектантством не думаешь ли я думаю что увы школа тоже иногда дает некая сектантская как бы вот программа то есть как бы например каждая страна французы или западный мир лучше всех демократия это единственный путь или там только россия или только израиль или только там я не знаю польши это вещи которые 21 веке это настолько на мой взгляд уже как бы не имеет отношения к реальности наших уже правнуков и праправнуков как бы да да им бог здоровья это уже как бы такой анахронизм что я думаю что увы школьные учителя они иногда более даже отсталые чем самые дети они не понимают что у них идет внутри то есть это означает что школа пытается из этих детей чего-то лепить каждый школу по-своему каждая страна каждый система а если дети имеют что-то такого самобытного это не благодаря школа это благодаря их родители их семья их даже комплексе это благодаря родители не благодаря я не говорю про ненормальных родителей бывают случаи тут важно это сказать когда действительно есть семьи где ребенок просто такой несчастный что надо поскорее его избавить от больных родителей но я думаю что это только в крайних случаях когда есть угроза что отец может убить детей то что увы в разных странах бывает как бы да вот по всему миру в таких случаях да но если другие случаи даже если родители в депрессии даже если они психически больны даже если они пьяницы даже если они наркоманы ребенку всегда хорошо со своими родителями и тут никаких соцработники или никак не это любая любое вмешательство других сил от государства это крайне травматично для детей и надо стараться чтобы дети были своими родителями часто тоже как бы против просить что я возвращаюсь к вопросу о самостоятельное образование или домашнее образование или дистанционное образование с которым я кстати и до ковида знаком с этими технологиями потому что сам тоже учился дистанционкой как бы когда брал какие-то курсы в вузах часто говорят что это сделает из детей зомби это их как бы вот они тогда садятся на компьютере и как бы на самом деле ничего не учится то есть это часто возражение ты просто забыла об этом говорить дело в том что тут дело даже не в дистанционное образование или не дистанционное потому что компьютеры все равно их система внедряет нас во всех наших областях жизни и тут неважно ты в дистанционкой дома в домашней или недомашней потому что с компьютером придется жить нам всем хотим ли мы это или нет и сказать что дом в домашнее образование человек больше сидит в зумах особенно в периоды пандемия и пандемия не закончилась еще как бы до пандемия означает по всему миру да не только в одной стране если даже в одной стороне чуть лучше или даже кажется вот мы победили оказывается что нет потому что мир один земля одна и вирус тоже планетарный такой как бы да получается это не оставит нас я думаю что будущее вообще образование это конечно в самостоятельное образование не обязательно дистанционное но вот вопрос что именно страна или правительство или власть должны нам диктовать как мы будем образовать наших детей этого скоро не будет и надо к этому быть готовы согласно согласно насчет компьютеров я не знаю как у вас в ваших странах но вот у нас в израильских школах уже во многих отменена полностью бумага они занимаются на планшетах даже школа выдает бесплатно эти планшеты и дети учатся на компьютерах наши домашние задания делают беспрерывно в компьютере но нужно отдать должное британской системе образования потому что наша школа относится не к министерству образования израиля а к британскому министерству образования у нас все-таки где-то до 10 11 лет основная масса заданий идет на бумаге то есть бумажная да то есть приносит домой ребенок папку с заданиями с бумажками и на неделю задается домашняя работа и за неделю он должен сам спланировать так распределить время к следующему вторнику сдать там 6 листов по математике там 4 листа там по английскому не знаю задание по французскому задание там еще по science у них наука у них как общий такой предмет вот в израильских школах каждый день уроки да правильно знаю домашний шурей байт уроки домашний я уже давно не в но в твоем детстве я еще ходил в общее образовательное но религиозной школы это вообще отдельная тема светское образование религиозное образование а давай поговорим про религию в школе это очень интересно то тебя есть потрясающий опыт ты же учился и в религиозной школе и супер светской богемной либеральной израильской да нет я в первых классах учился в такие умеренные но довольно религиозные государственные общеобразовательные школы в израиле есть общеобразовательный светский и общеобразовательный религиозные также есть частные есть ультра ортодоксальной школы у нас не пример у нас очень как бы сложная как бы страна у нас все как бы если что арабские школы еврейские школы мусульманские христианские и так далее так далее далее нам каждый день уроки конечно никаких компьютеров тогда не было просто их не было и ну какая дисциплина я благодарен религиозной школы тем что они передали мне вот эту вот возможность читать ветхий завет в оригинале хоть это было с подачей с их точкой зрения то есть я благодаря этого могу читать библии не все израилетяне могут читать библии и просто понять что там написано это обычно только люди которые занимались специально изучали ивритской грамматика и как бы то есть это другой язык чем иврит произношение другое грамматика чуть другая как бы да я им благодарен также занятие начались обязательно с молитвы но я был бунтарь и мне не нравилось вот это вот как бы вот как раз вот это государственной религиозности она не мне никогда не нравилось так что я с одной стороны благодарен а с другой стороны вот если бы был какой-то частный раввин учитель который бы мне приходил домой или учил нас маленькой группы каких-то детей как бы как было раньше как было в сирии как было вот у моих предков тоже они знали грамоту они кстати евреи обычно всегда знали читать писать даже тогда когда большинство населения земли были безграмотными то есть это им не надо было чтобы ленин их учил читать писать это у нас все предки по отцовской линии кстати они все были мясниками потому что надо было какой-то как бы в работа как бы чтобы жить но так их главный интерес было как бы как раз изучение библии метафизика библейская тоже это отдельный вопрос и отдельная тема и они смогли передать мне это это традиции испорно да хоть я не мясником очень жиле мясником жалеет это жалко папа рано умер не научил меня обращаться с мясом да ну а вот по поводу могу сравнить но в светской школы прости я еще не сказал советской школы это совсем другое богемные жизни в перерывах сидят тусуются учителя дети сигареты курят вместе сейчас-то запрещено несовершеннолетним нельзя продавать сигареты а в моем в моей юности свободно еще если сигареты курят с табаком они с чем-нибудь другим до такого тоже было у нас школе также у нас была художественная школа то есть школа художеств то есть получается она искусств прости школы искусств я просто слова искусств это так искусственно не люблю а слово художество я люблю творчество художество нравится искусство это такое искусство художник вот сюда короче мы там учились и театром и движением и рисованием и кино но тогда когда преподавали кино самый популярный режиссер знаешь кто был тарантино ты слава богу не знаешь кто это такой но большинство я думаю наших ты не видела его фильмы и ты ничего не упустила в жизни то есть все считали что тарантино прямо такой гений такой гений и мне было настолько досадно что я просто перестал делать уроки по по кино как бы то есть мне это было просто если для вас тарантино это образец получается что религия в школе может быть не обязательно религия в смысле религии тарантино бог это тоже может быть религии диалоги и да но вот интересно что в нашей англиканской школе да у нас нас считается христианская школа и это такой пример британского христианского образования не классического то есть в англии тоже школы есть очень разные и наша школа не относится к high church то есть не относится к англиканской церкви который возглавляет архиепископ кантерберийский она относится к одному из ответвлений как бы динаминации внутри англиканской церкви поэтому она такая самостийная совершенно система и у нас конечно да у нас либерализм либерализм это пожалуй религия нашей школы но вместе с тем у нас есть уроки религиозного образования и раз в неделю и раз в неделю так называемые ассембли собрания на котором обсуждаются какие-то духовные темы с детьми и так далее и так далее и вот интересно дайте с юмором к ним а зависит от того кто ведет вот например интересно в младших классах до соответственно получается по-нашему это до 6 класса до 10 лет там соответственно что евангелие библия ветхий завет новый ветхий завет библейские истории при том зависит от учителя может педагог рассказывать просто мило уютно как батюшка или там да или матушка в храме а может педагог который будет в лицах изображать и авраам встал и он сказал а тот ему ответила изображать такой кукольный театр из этого по-разному дети тогда ржут конечно естественно а вот когда он там и за сару говорит и за ревеку там и за всегда вот а дальше 11 лет это секунд это как бы уже средний и средние старшие классы и там совершенно меняются уроки религиозного образования начинается все с доказательства существования бога с понятия ты изм атеизм гностицизм понятия что такое вера и неверие какие существуют подтверждение существования божьего какие аргументы контраргументы то есть как бы пытается удовлетворить пытливый ума подростка наши дети говорят что очень трудно эти уроки проходят в нашей школе потому что из-за либерализма у нас в школе дисциплина намного выше чем в израильской школе но не такая как в великобритании в школах или там в ирландии да конечно чуть чуть пониже за счет того что дети из очень разных стран и наша школа вообще позиционирует себя как все-таки такая но не сатраповская да а наоборот либеральная такая к детям идущая толерантная система поэтому часто дети задают очень острые вопросы учителям обидные даже могут даже высвятить учителя и как учителя на это реагирует они всячески пытаются они пытаются вежливо отвечать они пытаются проникнуть обратить то есть вот скажем такой подход к религии ты смотришь на часы да пора забирать милосей прощаемся с рафаэлом я уже тоже скоро попрощаюсь с вами рафаэлу пора забирать наших девочек из школы как раз ну так вот в нашей школе наблюдается вот такая система попытка обратить наставить на путь истинные как бы скажем так достичь души ребенка и попытаться все-таки его изменить и направить его мыслью в сторону бога то есть вот такой подход выбран опять же я не говорю что он идеальный но на мой взгляд есть в нем какая-то правда потому что я сравниваю с советской нашей школы где религия и идеология была известная да и промывание мозгов рафаэл сравнивать со своим опытом религиозной школы в израиле где тоже это определенная такая да очень жесткая система здесь же попытка вырастить свободного христианина ну или по крайней мере зажечь в человеке интерес к христианству ну вот такой у нас получился в выпуск рафаэл уже убежал пошел девчонок нашим забирать и школы ну а я тоже прощаюсь с вами иду домой монтировать и скорее скорее выкладывать этот выпуск в наш youtube хочу напомнить вам что в это воскресенье на топосе на нашем сайте клуб путешествий топос вас ждет замечательная совершенно экскурсия рафаила в этой экскурсии рафаэл вам покажет не слишком известные широкому кругу туристов места старого города еврейского квартала в частности это раскопки вилл в которых жила знать иродианский район знать времен христа то есть те богатые евреи священники первосвященники элита до которые жили совсем рядом с ветхозаветным храмом вот таких вот римских виллах также рафаэл поведет вас к сожженному дому этот дом был сожжен римлянами во время восстания евреев против рима в семидесятом году когда был разрушен храм иерусалим был оккупирован окончательно римлянами и даже расскажет вам историю предполагаемой семьи которая там жила это очень интересно и конечно же вы подробно посетите синагогу хурба поднимитесь на самый верх это очень красивое здание внутри и снаружи и увидите потрясающий вид на старый город так что всех вас приглашаем и напоминаем что наш сайт клуб видео путешествий топос это наш с рафаилом проект посещая этот сайт смотря экскурсии даже других гидов а у нас там есть десятки гидов из разных стран вы поддерживаете опять же нашу семью вы поддерживаете наш маленький скромный семейный бизнес которым является клуб видео путешествий топос и мы сердечно за это очень всех благодарим что же касается экскурсии которые идут на сайте на страничке топос тв они абсолютно бесплатные если другие экскурсии стоят 100 рублей 150 рублей за просмотр здесь ничего платить не нужно можно оставить донаты пожертвования гиду который который вел экскурсию если вам она понравилась это можно сделать там же на странице это все поддерживает наших экскурсоводов сейчас по-прежнему в большинстве стран туризм нормальный не вернулся поэтому гид очень нуждаются в поддержке финансовой и человеческой просто они хотят заниматься своей профессии своим делом но и конечно поддерживает это все нашу семью без вас мы не справились бы так что мы очень-очень благодарим что вы с нами что вы наши друзья что вы смотрите наш канал посещайте наш сайт топос еще раз большое всем спасибо низкий поклон мы вас всегда помним и очень благодарен дорогие мои на этом я сегодня с вами прощаюсь мы обещаем выходить в эфир как можно чаще и надеемся радовать вас дальше интересными темами до свидания а и Продолжение следует...